Здравствуйте! В эфире программа Сарапул Новости. В студии с вами Артём Сергеев. Сегодня мы расскажем вам о самых последних событиях из жизни нашего города. Руководители ведомств и служб города доложили главе о результатах реализованных мероприятий текущей работе. Подробнее в нашем сюжете. В зале администрации руководители ведомств собрались на еженедельную оперативку. Начальник управления образования доложил о подготовке образовательных учреждений к новому учебному году. В течение августа до 1 сентября все деньги будут использованы и предприятия запланированы, будут реализованы. Хорошо. Готовность города к отопительному сезону составляет 68,5%. С руководителями учреждений, не готовых к зиме, этот вопрос обсуждают индивидуально. Все чутко запротоколируйте, чтобы мы жили во внятных и понятных датах, когда и что подготовиться. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в городе стабильная. Наблюдается незначительный рост респираторных заболеваний. Мы надвижемся к осени и в сентябре уже можно прогнозировать другие цифры по заболеваемости ковида. Поэтому надо сейчас уже об этом задумываться и довести информацию до ваших работников о том, что ничего другого, кроме как вакцинация, в целом вилактике от ковида еще не придумано. Начальник управления капитального строительства доложил о работе над музейным кварталом, открытие которого планируется осенью этого года. По планам уже в конце августа обновленный Пушкинский парк встретит ребят с родителями на традиционном городском первоклассном фестивале. Из трех контрактов два практически у нас на закрытии, то есть выполнение 100%. Если мы большой контракт, значит мы в ближайшие третий недель закончим. Ведутся работы и по строительству девятиэтажного дома для переселения жильцов аварийных домов. Обсудили и предстоящие городские события. Впервые проводится такое интересное мероприятие, как триатлон 14 августа. А также соревнования, судя по всему, планируются и будут проведены на открытой воде. В общем, они требуют повышенной, во-первых, организации с точки зрения безопасности. Последний месяц лета традиционно обязывает все ведомства наращивать темпы по подготовке к зиме и новому учебному году. У нас активно идет фаза работы по благоустройству, по ремонту дорог. У нас начинаются мероприятия по реализации проекта инициативного бюджетирования. Это исчезновение улиц и тоже есть по одному, по-моему, проекту прокладка водопровода. Есть общественное пространство. Поэтому изменения позитивные, безусловно, будут. Но нам надо, конечно, все выполнить за этот месяц. Виктор Шестаков поручил сосредоточить силы на подготовке к зиме и оперативной работе над текущими вопросами. 2 августа на площади Мужества состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню рождения крылатой пехоты. О том, как горожане отметили День воздушно-десантных войск в нашем сюжете. Долгожданные встречи, крепкие объятия и радостные улыбки. Сегодня их день. На машинах и в руках флаги, а в глазах гордость за большую и дружную семью единомышленников. Уважаемые братья, от всей души поздравляю вас с Днем воздушно-десантных войск. Всем желаю крепкого здоровья, здоровья еще раз, крепкого здоровья, семейного благополучия и всего хорошего. Поздравляю всех десантников с Днем воздушно-десантных войск. Желаю счастья, здоровья, благополучия, чтобы всегда был белый купол над головой. Всю десантору с праздником. За ВДВ. Никто кроме нас. Сегодня на площади мужества собрались ветераны и бойцы воздушно-десантных войск. Настоящей гордости российской армии. Илья Орлов проходил службу в Ульяновске в отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде. Совершил семь прыжков. О службе вспоминает с теплом и улыбкой. С утра встал. Зарядка, пробежка, развод, занятия по воздушно-десантной подготовке, занятия по арт-подготовке и отбой. Я вспоминаю только с радостью. Каждый 2 августа я всегда в строю. То есть, хоть где бы я ни был, я всегда в строю. Сейчас на передовой ребята с воздушно-десантных войск каждый день показывают своим характером, своей выучкой, насколько Россия сильна. Хочу именно поздравить, пожелать всем здоровья, счастья, успехов, крепкого семейного тыла. С неба сразу в бой. Именно они участвовали в самых первых, самых тяжелых боях Великой Отечественной войны. Поздравляю вас с этим праздником. Спасибо за верность десантному братству. Спасибо за патриотическую работу, которую вы проводите с подрастающим поколением. С праздником. Спасибо, мужики. Слава ВДВ. Знаменитые голубые береты и тельняшки уже давно стали визитной карточкой крылатой пехоты. Одного из самых молодых и самых элитных войск вооруженных сил России. Участники почтили память погибших в войнах и локальных конфликтах минутой молчания. Завершили церемонию традиционным возложением цветов к мемориалу. На прошедшем заседании Сарапольской городской думы депутаты обсудили 8 вопросов, в их числе сезонный ремонт и внесение изменений в решение думы о бюджете города. В администрации города состоялось заседание Сарапольской городской думы. В повестке заседания 8 вопросов, в том числе имущественного характера. Один из них – внесение изменений в решение городской думы о бюджете Сарапола на 2022 и плановый период 2023 и 2024 года. Дотация из бюджета Удмуртской республики будет направлена в соответствии с ее целевым назначением – на организацию горячего питания в начальных классах, проведение тестирования ГТО и продолжение работ по восстановлению исторической среды города. Также административной комиссией рассматривается вопрос о реконструкции и обустройстве прогулочной зоны, которая соединит порт и старую башню. Там конструктивно заложены посвящения, довольно-таки большой участок, выход там как раз соединения со старой башней. Основные элементы – это 6-метровое из брусчатки покрытие, дом причала, это освещение, это приведение в порядок подборной стенки, которая очень длинная, состояние оценивается как нормальное. Один из вопросов был посвящен сезонным работам. В 2022 году в городе начался ремонт дорог на южном поселке, перечень которых жители выбирали путем общественного голосования в 2020 году. Исходя из этого перечня, в 2023-2025 год, я очень на это надеюсь, при должном финансировании, что стоимость растет, при должном финансировании, которое нам оказывает республика, у нас в план попадут Раскольниково, это 2023 год, это такой, скажем так, железобетонный объект, который мы уже декларируем. С большой вероятностью, она пока одна будет, потому что объект протяженный, тяжелый рельеф Раскольниково от Трактовой до Гагарина, мы приведем в порядок. И тротуарную сеть, и дорожное полотно, и автобусное павильон. Также в списке ремонтируемых дорог в этом году улица Гагарина от Карла Маркса до Азина. За счет дополнительного финансирования в перечень планируется включить еще несколько объектов, которые будут утверждены в скором времени. 17,5 тысяч квадратных метров и 400 новых рабочих мест. Александр Бричалов, Михаил Тимошенко подписали таблички на первых кирпичах будущего технопарка «Иксел Сарапул». На мероприятии побывала и наша съемочная группа. С рабочим визитом в Сарапул приехал глава республики Александр Бричалов. Одной из ключевых точек визита стала площадка будущего технопарка «Иксел». Оглянитесь вокруг. Надо отфиксировать вот эту вот картинку неприглядную, потому что я уверен, что у нас все состоится по утвержденному графику и плану. По крайней мере, со стороны администрации города Сарапул, со стороны глава республики, гарантирую, что все взятые на нас обязательства и по финансированию отдельных участков работы, и по предоставлению в свое время сетей и так далее мы выполним. Так вот, через совсем небольшое время здесь появятся новые производственные корпуса, которые будут производить самую современную климатотехнику. Технопарк «Иксел Сарапул» станет второй технологической базой торгово-производственного холдинга «Русклимат». Отдельно хочу поблагодарить администрацию города Сарапула, которая, я считаю, что по пятибалльной шкале отработала на 5 с плюсом по организации всех предварительных процессов, связанных с началом этой стройки. В завершение почетные гости пожали руки и подписали таблички на первых кирпичах будущего технопарка, которые в последующем будут храниться в его музее. 17,5 тысяч квадратных метров и 400 новых рабочих мест. Это значимый проект не только для города и республики, но и для страны. Рабочие места, налоговые отчисления, в том числе консолидированные бюджеты Удмуртской республики, это ключевые элементы собственной экономики, за счет чего мы в дальнейшем выполняем свои социальные обязательства. Это первое. Второе. Это очень перспективное, высокотехнологичное производство всех, всей номенкатуры, которая здесь будет производиться. И не только речь идет о локальном российском рынке, речь идет и о экспорте. Заглянул глава и в Сарапульскую городскую больницу, где поздравил кардиолога Игоря Левченко с профессиональным праздником. Также Александр Бричалов посетил производственную площадку «Сарапл-молоко» и «Сарапульский радиозавод», который совсем недавно отпраздновал 122-й день рождения. Сарапульский флагман отметил День трудовой славы. О том, как прошел день рождения одного из старейших предприятий города, Сарапульского радиозавода, в нашем следующем материале. На площади Сарапульского радиозавода счастливые и улыбающиеся лица. Сегодня главный праздник заводчан – День трудовой славы завода. Дорогие заводчане, поздравляю вас с замечательным праздником. У нас все хорошо с вами, у нас все замечательно, но мы живем с вами в сложное время. Но насколько Сарапульский завод, он всегда выживал и работал в сложный период. Так что сложный период существует, и на сложном периоде мы должны превысить свои показатели, приумножить нас и Родину-Мать. Сарапульский радиозавод – одно из сильнейших предприятий города и республики, а его главная сила и гордость – заводчане. На площади – красная ковровая дорожка, ведь сегодня чествуют лучших из лучших. Ударников труда, предано служащих заводу долгие годы. Елена Сергеева – ведущий инженер-конструктор. На заводе она уже больше 20 лет, а сегодня получила заслуженную награду – медаль Калашникова. Я очень горжусь своим заводом, я за него очень переживаю. У нас прекрасный коллектив, у нас прекрасные специалисты. И мне бы хотелось сказать огромную благодарность своему коллективу, в котором я работаю, потому что любая даже награда – это заслуга всего коллектива. И благодарность своему руководителю. С 1941 года в Сарапуле радиозавод производит технику, не имеющую аналогов России, востребованную не только в Министерстве обороны, но и в других силовых ведомствах. Наш завод, уважаемый завод, подтверждает все свои научные знания, промышленные достижения, технологические компетенции своим развитием, своими результатами. Не открою секрет. Сегодня, за прошедшие первые шесть месяцев текущего 2022 года, Сарапольский радиозавод – лидер оборонной промышленности Удмуртской республики в части увеличения объемов производства. 154% к уровню прошлого года. Это серьезное достижение, коллеги. 122 года – это так много и одновременно так мало. Сколько уже сделано, сколько еще будет сделано. Вектор выбран правильный. И это главное. Хочется пожелать заводу процветания, успехов, благополучия, чтобы следующие все юбилейные и даты трудовой славы вашего предприятия вы встречали всегда в таком же дружном составе, чтобы выручка предприятия росла, и чтобы мы дальше гордились тем, что у нас есть такие замечательные градообразующие предприятия в нашем городе, которые вносят существенный вклад в развитие нашего общества. С праздником, друзья! Поздравили заводчан и депутаты Государственного совета Удмуртской республики Сергей Мусинов и Анатолий Наумов. Разрешите мне от имени 4000-го коллектива электрогенератного завода, который недавно отметил свое 80-летие, поздравить вас с Днем завода. Хочется пожелать этому славному коллективу дальнейших трудовых успехов. Позвольте мне от коллектива трудового завода «Эликон» поздравить вас с Днем рождения, с Днем рождения вашего завода. Сегодня идет реальное рождение, возрождение промышленности. И то, что сегодня три градообразующих завода в нашем городе соревнуются друг с другом, ну вот кто постарше, понятно, мы дети, мы дети ваши, нам 54 года всего, но на этих детей вы можете надеяться, они вас не подведут, дорогие друзья. Сарапульский радиозавод – это сохранение традиций и приумножение накопленных знаний и опыта. Это флагман, а сегодняшний день – лишь один из немногих в его славной трудовой истории. Городской национальный праздник татарского народа, праздник плуга и окончания весенних полевых работ, прошел на стадионе «Энергия». О том, как горожане отметили «Сабантуй», смотрим далее. В минувшую субботу на стадионе «Энергия» состоялся праздник плуга и окончания весенних полевых работ – «Сабантуй». Дорогих гостей встречали традиционным лакомством – чак-чаком. Этот праздник без преувеличения можно назвать городским и народным. На протяжении долгих лет татарское гостеприимство, культура и традиции как магниты притягивают горожан. Этот праздник нам позволяет окунуться в нашу историю, в нашу традицию и культуру. Мы должны сохранить эту традицию и передавать нашему будущему поколению. Открывали праздник творческие коллективы Сарапула и Новошемшинского района Республики Татарстан. Почетные гости вручили хозяевам праздника подарки и сказали теплые слова. Поздравляю всех с праздником мирного неба, счастья, здоровья и новых трудовых успехов на благо нашего Сарапула, Удмуртии и России. С праздником! Позвольте мне, от многонационального коллектива завода «Элекон» поздравить вас с праздником, пожелать благополучия и успехов и всего хорошего в ваших начинаниях и в ваших добрых делах. От всей души поздравляю вас с великим и большим праздником Сабантой, с окончанием посевной. Я надеюсь, что в этом году урожай будет богатым, урожай будет большим. Активисты Татарского общественного центра получили грамоты от заместителя главы по социальной сфере Дениса Зуфаровича Шакирова. Малыши любят Сабантуй за веселье и народные игры, взрослые – за разнообразие, красивые традиции и радушный прием. Раньше постоянно ходили, а к Шабариху – тут первый раз. Пока собравшиеся наслаждались праздничным концертом с трибун, для любителей спорта была организована спортивная игровая программа с соревнованиями по армрестлингу, борьбе и боями-мешками. Сабантуй – совершенно особенный праздник, не способный никого оставить равнодушным. И из года в год горожане собираются, чтобы вместе отметить окончание полевых работ. В Сарапуле прошел необычный праздник. В Ленинском парке состоялся ежегодный фестиваль близнецов. Подробнее в нашем материале. 3 июля в Ленинском парке состоялся третий городской фестиваль близнецов. Малыши и ребята постарше с интересом наблюдали за такими же, как они. От совсем маленьких до ребят постарше. Открыли фестиваль представлением семей и парадом близнецов. Ты моя ближайшая подружка. Все в этот день для них. Самая вкусная сладкая вата, выступления танцевальных коллективов и конкурсы. И берем ромашку! Скорее ромашку берем! Кому? Одну, одну, одну. Взяли ромашку. Развлекали ребят клоуны с фокусами и настоящая дрессированная собака. Близнецы в этот день не просто зрители. Для всех собравшихся ребята с родителями подготовили творческие номера. Не могу никак понять, как же мне их двоих обнять, как же нам их двоих кормить, как играть и пробовать, как же нам их качать, как гулять и как качать, как же нам их различать. У Екатерины и Антона Игнатенковых трое детей. Старший сын Владислав и двойняшки Виктория и Валерия. Узнав о двойне, они сначала не поверили. Это был шок. Это просто был шок. А потом? А потом подумали, ну ничего, справимся. У меня бабушка сама близняшка и у прабабушки было несколько пар. Бывает тяжело. Бывает тяжело до слез. Бывает радостно, что старший может приглядеть за младшими, помочь где-то. Бывают драки, все разодрались все втроем. Неизвестно, как распределить и уделить каждому внимание. И каждого пожалеть и приласкать, так скажем. Родиться близнецом – огромное счастье, ведь ты приходишь в этот мир не один. Всю жизнь рядом будет самый близкий, самый надежный и верный друг, который поймет с полуслова. Еженедельно с мая по сентябрь жители и гости города собираются на набережной по пятницам. Причина – городской фестиваль с лучшими творческими коллективами и солистами нашего города. О том, как прошла очередная пятница, расскажем далее. Еженедельный летний городской фестиваль пятницы снова собрал на набережной Сарапульцев и гостей города. Непогода не смогла удержать горожан дома, ведь пятница – один из самых приятных дней недели. И провести его надо шумно и весело. Деню творческие коллективы самых разных направлений – от вокала до танцев. Малыши танцевального коллектива «Каприз» – опытные участники всероссийских и международных соревнований. Их с детства приучают не бояться публики и выкладываться на выступлениях по полной. Одним из главных гостей вечера стал приглашенный из Сочи певец Симба, который исполнил авторские песни. Стать участником городского фестиваля пятница может любой желающий. По собственной инициативе на фестивале выступили члены Союза писателей. К нам с войной приходили не раз турки, шведы и полчища прусские. Но вставала вся русская рать, потому что по сердцу мы русские. Рядом с центральной сценой была организована площадка с настольными играми, а на альтернативной сцене с каверами выступали артисты объединения «Зеленка». Даже если лето не радует вас погодой, зарядиться позитивом и весело завершить рабочую неделю можно и нужно с летним фестивалем пятница. На этом у нас все новости на сегодня. Эфир программы «Сарапу новости» вы можете смотреть на канале «Удмуртия» в 18.15. Повтор программы в пятницу в 9.55. Смотрите нас на 21-й кнопке у всех кабельных операторов на спутнике в Трикалории и телекарте. А также в удобное время на сайте администрации города и ее страницах в социальных сетях. Далее наш эфир продолжит прогноз погоды. Добрых вам дел и отличного летнего настроения. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok